Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире передача «Якутск. Сегодня». У микрофона я, редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Николай Слепцов-Айдын и Михаил Эверстов. Сильный дух особенного ребёнка. Это как неиссякаемый источник света, который лучами своей уникальности проникает сквозь тучи и грозы, освещая путь к новым горизонтам и возможностям. И в сердце нашего сегодняшнего героя горит пламя решимости и стойкости, способное преодолевать любые препятствия на пути к успеху. У нас в гостях чемпион первенства по плаванию в спорта Лин в городе Благовещенск, призёр фестиваля «Плыву к мечте-2024» в городе Хабаровске, учащейся 1-го класса 22-й коррекционной школы Григорьев-Солдатов Байхан. Приветствую, Байхан. Привет, здравствуйте. И стоит отметить, что Байхан только вот в этом месяце выиграл 5 медалей подряд Дальневосточного федерального округа впервые за всю историю нашей необъятной спортивной жизни Якутии. Также у меня в гостях мама Байхана Григорьева Ольга Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. И тренер, автор, председатель благотворительного движения «Кустук», организатор инклюзивного проекта «Обнимаюсь сердцем» Любовь Дмитриевна Андреева. Здравствуйте. Добрый день. Конечно же, мы переходим к нашему главному герою, к Байхану. Байхан. И хотелось бы Байхану знать, почему ты выбрал... Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, какой ты спорт выбрал для себя и почему именно этот вид спорта. Тогда расскажи сам. Что? Бало? Угу. Плавание? Да. Уню? Угу. Уню. Сам выбрал, да? Угу. Понравилось тебе? Да. Уже сколько занимаешься второй год? Адай, 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 сколько? Угу. Какие города уже увидел? А... Афатасы. Хабаровск. Угу. Дедокт. Боговещенск. Еще куда ездил ты, Байхан? Так не делай. А надо запрепить. Угу. Адацу. Ну, да. Понравилось, да, все? Да. А соперники твои какие сильные? Да. Ты их боялся? Нет. А, молодец. Наш человек, да? Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, вот про диагноз Байхана, и почему именно в плавание вы его отдали? Мы с четырех лет, ну, как бы, выбирали вид спорта. Каким займетесь? Ага, вот футбол ходили, бокс, фехтование, и в конце выбрали плавание. Один год платно занимались, потом сделали отбор, адаптивный вид спорта, самородок, плавательный бассейн. И там нас вызвали, ну, на этот первый пробный, и тренер наш, первый тренер Эльвира Шафигуловна, сразу набираем, берем, сказала. Ну, потенциал есть. Да, есть, вижу. А так, если так, сразу сказала, нет, нет, время не тратить, как бы, да, ребёнка. Ага, и вот занимаемся, хорошо, есть результаты. И в республике. А, нет, в республике. Ага, в республике, ага. И вот первый раз, вот, за пределы Якутска, сразу два города, это ребёнку тоже тяжело, как бы, да. Ага. Хабаровск и Благовещенск. Благовещенск, там, Хабаровске, две дистанции было. Ага. А вот сколько, какие? Ага, 50, спина, ага, и 25, вольный. Ага, там, дипломы, грамоты, медали получили, третье и второе место. Дальше едем в Благовещенск. У нас началась этот, как бы, круиз маленький, да, с 10 мая по 22 мая. Цело, 12 дней. Ага, потом Хабаровске тоже, там три дистанции у нас, 50, спина, 50, вольный и эстафета. Там у нас два серебра и кубок, и первое место, вот. Кубок, это вот, который вы сейчас имеете в виду. Ага, это в Благовещенске. А так вот ездили дети с нами тоже, другой категории, да, это класс 14-й, класс 15-й, глухие дети тоже были. Ага. Ну, это тоже разный вид. Дети с ОВЗ, с инвалидностью, диагнозами, выступали в соревнованиях. Байхану очень всё понравилось, есть уже дальше, он себя видит уже, дальше хочет тоже ездить. И в следующий раз говорит, всё золото, папе говорит, ага, заниматься буду. Молодец. Ага. Паванье очень хорошо ходит, не пропускает, с радостью идёт. В неделю три раза занимается, ага, самородки. Три раза в неделю. Да, в неделю. А сейчас, наверное, уже каникулы. Нет, сейчас июнь до середины будем тоже, сказали, ага. До Дети Азии. А потом уже каникулы, ага. Ну, вот смотрите, я до начала у него передачи у него спрашиваю, Байхана, о чём ты мечтаешь? По спорному. И так олимпийцем стать, он такой, да. Да, 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 да. Но всё впереди. Ага, и будет это. Первый воспитатель очень хорошо поддерживает, наш, который, ага, видит, обязательно занимайтесь дальше, развивайте в этом виде именно плавание. Я вижу, говорит имя, воспитательница наша. Замотивирована. А, да, да. А вот я у вас хотела бы узнать, обнимаясь сердцем, Людмила Дмитриевна, как вы узнали о Байхане, вот история вот эта вот для нас сейчас такая раскрывается, можно сказать, потихоньку. Новая звёздочка у нас появилась у нас в классе в школе 22, он наш одноклассник. Ага, вот он. Активный мальчик, очень способный. Наша классная руководительница Марфа Фёдоровна очень поддерживает, и вся школа в лице директора Елены Геннадьевны поддерживает увлечение каждого ребёнка, и очень похвально то, что на данных соревнованиях и вообще за выезд, ну, за выезд за пределы республики вот семья именно Солдатовых Григорьевых за свой счёт поехали и приехали. Ну, в общем, это очень примечательно, и стоит уделить внимание именно тому, как развивается ребёнок и как его поддерживает, его семья, а также вся вот друзья, родственники, все вот единомышленники, весь тренерский состав и управление физической культурой, адаптивной физической культурой. Ну, Байхан, города большие? Да. Побольше, чем Югутск? Да. По дому скучал? Да. Двенадцать дней отсутствовал, да? А надо, нет, ясу. Десять? Да. Ну, два это поездки, один день, ага. Ну, я так понимаю, что это была большая такая первая поездка, с этой тела, своего родного дома. Это в самородке, в состав тренерского, да, определяли, кто будет ехать, ну, на соревнования с республики Саха-Якутия. И вот наутро увидели группу плавания, Байхан тоже едет. И вот сразу, ай, там позвонили папе, родственникам, ага, согласились, ну, сообщались, потом, конечно, согласились. Надо ребёнка поддержать и в будущем тоже будем поддержать. Папа? Папа, папа, лох, горд, рад, лох, и говорит, правильно мы выбрали этот вид спорта, ему именно, плавание. Это папа. У нас многодетная семья, у нас есть сестрёнка и младший брат. Где? Вот брата плавание не видит, папа наш, поэтому подумаем, три годика пока. А доча? Доча художественной гимнастикой занимается. А что? А не прям в спорта хорошо все. В сиянии, танцы ещё ходят, ага, кандыка. А вот, смотрите, пропускаете, Байхан как поправляет. А что, а что, в сад? Ага, в садик ещё ходит. А ещё в садик, да? Братик в садик ходит. Папа, таз, сад. Какой у неё хороший старший брат, у неё такая поддержка, да? А дочи тоже как-то так определили, что доча пойдёт... Уже гимнастикой, ага. Ей тоже нравится? Да, ей всё нравится. Вот, в воскресенье соревнования было, первое место получили тоже. Ого, дай Бог. Ага, молодец. И ей тоже нравится. Тоже третий год занимается. Саляна, ага. Да, да? Ага. Так активно тоже. Да. А я хотела бы узнать младшему ребёнку, сколько лет? Три. Три годика. Ага, сын Арсений. Ну, это человек уже такой, да, народский. Да, а то по-другому они вообще. Совсем разные. Ага, совсем разные. Ну, по Байхану так прямо видно, что он такой, хоп, да, физический. Да, результат есть. Плавание. Плавание, всё здоровью помогает. Ну, там, мышь, да, да. Да, в общем, мышцы все было, и как бы очень хорошо, что выбрали. А вот диагноз у Байхана какой? У него инвалидность по неврологии, учёт стоит у невролога. Роб ЦНИРС. ОНИР первого уровня, моторная лалия. Ну, когда вы об этом случае узнали то, что вот у вас ребёнок особенный? Как бы он с рождения на учёте у невролога, потому что недоношенном родился. Поэтому, ну, они наблюдали до трёх годиков. Ничего нам не говорили, там, ну, инвалидность, ничего не говорили. Там пройдёт, сейчас уже мальчики до, блин, с трёх начинают говорить, и ходить он поздно начал. Как бы, да, развитие. Семь месяцев родила Владе, как бы. А потом уже в три годика, два месяца невролог уже сама нам предложила. Уже помощь надо, ну, реабилитироваться надо. Просто так на реабилитацию тоже не попадает ребёнок. По хотению родителей. Ага, вот, и решились, оформили, попробовали, отправили, ну, невролог отправила, ну, и поставили диагноз, инвалидность. Ну, по нему, знаете, я его видела. Да, он очень активный, спортивный, в классе тоже хвалят, и математик у него очень хорошо. Даже вот классный руководитель удивляется. Дальше выше идёт третий классникам. Ага, контрольные написал. Ну, вот, спорт и учёба, они прямо у вас очень хорошо, параллельно другу. Ну, да, ну, пока хорошо идёт, ага. Друг другу они не мешают. Ну, пусть всегда хорошо идёт. Да, так и пусть пойдёт дальше. Потому что только первый год школа у нас, дальше ещё впереди. А были вот моменты, что он прям, ну, не хочу, не пойду, на тренировки не пойду? Нет, плавания нету. Даже если я не смогу, он мне скажет, отправь меня на такси. Он так может. Он так смело идёт. Вот после школы мы тоже вот как-то классники заметили, как он так уверенно домой идёт сам. Обычно детей-то других забирают или ждут, или, наоборот, там детишки своих родителей ждут, да? А он так, на такси сегодня я, и пошёл. И вперёд. Да, поэтому, если даже не смогу, он сам предлагает, ага. На такси телефон возьму, позвонишь, номер скажешь обязательно, по номеру смотрит. Самостоятельный джентльмен. Угу. Молодец. Ольга Николаевна, вы в курсе же, да, чем проект «Обнимаю сердцем» занимается? Вот сейчас идёт большая масштабная такая работа по историям мам особенных детей. У вас есть желание принять в нём участие? Были какие-то уже первые моменты? Просто я в курсе насчёт этого проекта. Нет, вот мы тоже... Задумались. Задумались, ага. Потому что Любовь Андреевна к нам вышла в ЛАДе, позвонила, написала, спросила. Вот так дальше, как будете, Индиян. Ну, мы подумали, согласились, и будем изучать, ага. В будущем у нас ещё много всего. Ага, сотрудничать, ага. А на классе не было уже никуда. Да, один класс, ага, вместе. Один год прошёл удачно у нас, а так мы общаемся вот с осени прошлого года. Видим друг друга, всё равно детей тоже изучаем. Вот, Байхан с моим сыном тоже дружат очень хорошо. У них в классе всего два... Всего две девочки, и их тоже вот обожаю. Ага, в классе 17 детей, дети? Да, в классе девочки. Да, да, да. Как зовут девочек? Ага. Туня. 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 Ди? Дианя. Диана. Диана. Диана, ему нравится. Туня. Диана. Ладно, не будем раскрывать эту тему в прямом фильме. Нормально. Ты нормально сиди. Я вот хочу ещё узнать. Вы вот буквально в нашем разговоре вот услышала, что вы очень прям по-тёплому отзываете со своим классным руководителем. Да. Потому что он прям направляет каждого. Она... Ну это вот так. Значит, она тебе нравится. Нет. Всё, успокоились. Да, она нас направляет, Марта Фёдоровна. И всячески поддерживает именно вот... Я заметила, среди других специалистов, где мы бываем, да, в реабилитационных, в других каких-то учреждениях медицинских, и других именно вот в сравнении с другими дополнительными... с учреждениями дополнительного образования, она вот именно... Нам повезло с ней. Очень повезло, да? Да, очень повезло. Поначалу, конечно... По-матерински-то, да. Ага. Он всем помогает, индивидуально, да? Относится к каждому ребёнку, к каждой родительнице, пишет, приглашает на уроки открытые, да? Да. И ещё вот немного строгая, а мы вот в начале родительском совете думали, что она слишком строга к нашим детишкам, все-таки у кого-то там по одному ребёнку, и они избалованные всё равно, ну, любимчики есть. И мы думали, что она строгая, слишком там от чего-то требует. Слишком много почему-то, да. А вот в конце учебного года поняли то, что так правильнее, оказывается. Так даже лучше. Вот результат. Да, конечно, для детей так лучше. Их надо замотивировать, их надо поддерживать, их надо приручать, их надо именно корректировать, и корректировать именно вместе с родителями, да. Работа с родителями очень важна. С особенными детьми это тоже особенный день. Именно работа родителей, вот какая-то осознанность, именно ресурсное состояние родителей тоже влияет на детей сразу. Ну, детишки наши, как зеркало своих родителей, да. Какая она молодец, да? Да. Человек и учитель, преподаватель, педагог с большой буквы и по-матерински так. Ну, по-другому тоже, да, как-то. Мне кажется, классно руководителям должна быть такая присущая черта, вот в той строгости. Да, это первый учитель, вторая мама, как бы уже, это им же открывается новая жизнь после садика. Школа у нас как вторая семья, именно там они социализацию проходят, и вот друг с другом именно приручаясь и поддерживаясь, да, в коллективе именно, вот друг друга поддерживают и развиваются вместе. Вот именно в этом педагогический у нас состав очень хороший. 22-й коллекционной школы. Да, отметим. И именно вот директор Елена Геннадьевна очень поддерживает каждое увлечение нашего, наших детей. И сам родительский коллектив у нас тоже вот дружный. Ну, я вижу, да, такие молодцы. А я хотела бы узнать, вот когда Байхан, он пришел в спорт в три года. В три года начали. Только начали, начали. Прямо по нему был, он говорит, нет, не буду, нет, не буду, нет, не буду. Да, футбол нет, хотя медаль тоже был, но нет, уже не видит, не хочет ребенок. Бокс он захотел, но мы уже там сами остановили, не ему это день. Ага, фехтование, фехтование занимались, но сказали, возраст маленький, шлем. Ну, да. Вот это, тяжелый, ага. Да, у меня тоже не подходит, сказали. Ага, он рассказал, как потеет. Да, да, потому что тяжелый, ага. Ребенок маленький тогда был, пять или четыре годика, когда фехтование начали ходить. Ага, шесть, шесть, да, он все помнит, ага, шесть, хорошо. Я так поняла, что он очень энергетический, очень активный. Да, да. Бывает, да, вот родители просто берут и в какой-то спорт отдают, и, мне кажется, прям правильно делают, потому что все энергия не уже там. Ну, и это там не полностью у него, не выходит. А он еще и приходит. Остается еще, ага, и дома, и в классе. Ну, вот активно так сказать. А так очень Маннык живет активной жизнью, постоянно море ездит. Осенью тоже ездили через этот ФССР путевку, бывали нам, ага. Салена. Угу. Ну, вот путевки вот эти выделяются именно как-то по квотам, определенное время. Ага, детям инвалидностью, ага, 23, три недели, 21 день. Там тоже наша Марфа Федоровна сразу поддержала, потому что это было 21 сентября по 28 октября. Начало учебного года, и сразу ребенок едет на лечение. Она поддержала, и в этот раз тоже удивились очень долго, с 10 по 22. 23 только будем в классе, и все, каникулы. Спасибо вам огромное, что вы приходили к нам в гости. Байхан, теперь тебя знает Якутия, республика. Сейчас они посмотрят в Ютуб тебе, все твои достижения. До новых встреч, и желаем тебе непоколебимой... Да, спасибо вам. Скажи, спасибо. Спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передачи Якутск. Сегодня у микрофона редактор Мария Ким, со мной мои коллеги Николай Слепцов-Айдын и Михаил Эверстов. В эти дни многие якутяне объединили свои силы и средства, чтобы помочь нашим землякам, пострадавшим районов, Алекминского, Нерубинского, Намского в особенности. И вот здесь, именно в Намском районе, водная стихия охватила населенный пункт, который даже ранее не подтапливала. Помогали и помогают всем миром, кто как может. И по поручению главы республики Айсана Николаева в региональном отделении партии «Единая Россия» был организован пункт сбора гуманитарной помощи. У нас в гостях руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Сулустан Владимирович Забогоцкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сулустан Владимирович, расскажите, пожалуйста, когда у вас началась работа? Вот по поручению нашего секретаря, Яковского регионального отделения Асения Сергеевича Николаева, буквально в десятых числах, 13 мая, поручение было нам передано. И в итоге мы организовали у себя в исполкоме, а также в штабе общественной поддержки по улице Курашова сбор гуманитарной помощи. Как я уже сказал, по поручению секретаря, сначала мы сбор объявили исключительно среди депутатов. Среди депутатов нашей фракции «Единая Россия», непосредственно «Илтумен» госсобрания и Якутской городской думы. Сразу скажу, что помощь была организована и доставка прямо молниеносно, прямо и вечером. Ну, уважаемые народные депутаты приходили, все передавали. Мы также организовали также тоже грузчиков, чтобы легко было поднять. Вот созвонились тоже. Ну, там сначала же с Олегминском была беда, поэтому с Харбином Николаевым сразу созвонились. Он является нашим секретарем местного отделения, ну, партии «Единая Россия». Поэтому все, что необходимо было именно здесь и сейчас, в первые дни, вот это было уже доставлено. Хочется еще сразу подчеркнуть то, что все-таки Олегминск у нас находится на таком, да, дальше, чем нам все это понятно. Еще и навигация еще не открылась, поэтому доставка была очень, ну, такая непростая. Но в этом нам помогли и Минтранспорта, и Служба спасения. Вот им огромное спасибо обеспечили нас и грузовым транспортом, и самолетами, вертолетами. Поэтому мы только успевали, что сразу собираем и направляем сразу транспортными, воздушными средствами, и наземными средствами непосредственно в Олегминск. Ну, еще хочется сказать то, что все-таки, как люди наши, сознательные граждане, узнали то, что такая вот, ну, беда, проблема, да, все-таки потопление было серьезным, и потом уже все перекинулось еще в Намский район, начали приходить уже неравнодушные граждане. Они начали приходить тоже, переносить гуманитарку, мы же не можем отказать, конечно, поэтому... Да, прям вообще... Никакого призыва, ничего не было. Ничего такого не было, поэтому... А мы же работаем через наши каналы же, через каналы партии «Единая Россия», поэтому мы клеим наши наклейки, чтобы никто ничего не перепутал, и все это, получается, уходит непосредственно до потопленных районов. Собирали гуманитарную помощь силами неравнодушных граждан, депутатами, вообще все прямо... Если честно, до сих пор сейчас приходят. Хочется сказать, да, по цифрам тоже было направлено около 9,5 тонн непосредственно в Намский район, и 2,5 тонны отправлено в Валютминский район, еще 2 тонны еще ожидает убытия непосредственно воздушным транспортом. Еще 2 тонны? Еще 2 тонны, да. Да, тоже коммерческие фирмы помогают, обычные граждане прямо... Ну, очень приятно смотреть, прямо они приходят и придают слова именно поддержки, поэтому хорошо, приятно видеть, что земляки такие сплоченные прямо у нас, ну, прямо это очень приятно. Да, якутян, вот как вот черта присущая, это было объединяться, всем помогать своим землякам, там, в стужу, и в грязь, и в зной, ну, помимо этого, еще мы уже жителям Оренбургской области помогли. Да, в город Орск нами тоже было собрано значительное количество гуманитарной помощи, около 4 тонн, и все направлено в город Орск, вот непосредственно в Оренбургскую область. Да, нам тоже очень помогли, ну, посредство наше московское, ну, в Москве, которое находится непосредственно в лице Андрея Сандоминовича Федотова, поэтому тоже так перелет был очень быстро организован. Там стихия тоже очень сильно повредила вообще населенные пункты, поэтому, конечно, там вся Россия и партия, ну, вся наша страна и партия Ейна-Россия прямо очень... Мы старались все вовремя довести гуманитарный груз. Ну, и вот сейчас даже продолжают нести, а вот сейчас то, что вы соберете гуманитарный груз? Все будет в Валюкминские районы, в Намские районы, вообще, куда нужно будет, туда и будет доставлено. Ну, ваш пункт, и вот я постоянно за новостями лежу, он прямо такой становится точкой, самым главным местом, куда можно прийти, все привезти, чтобы помочь в любом... И вот на выходные вы, опять же, да, в предприятии... Да, на выходных было очень, ну, городом было организовано такое приятное мероприятие, это открытие мотосезона, там прямо очень много людей собрались на мотоциклах, на чопперах, на спортбайках, на мотороллерах, там. Вот мы тоже там поставили точку, пункт сбора гуманитарной помощи, и приятно было видеть, там тоже приходят, вот, передайте Олег Менчану, вот, передайте это в Намсов. Да, байкеры тоже подходят, там, такие брутальные мужчины, что нужно? Ну, продукты питания, а, хорошо. Куда-то съездили, и что, съездили не на мотоциклах, а в машине, конечно. Съездили, закупились и пришли, все, выгрызли. Ну, да, на мотоцикле сложно было бы на ящике привезти, поэтому спасибо им большое тоже. Поэтому все будет передано в адресат немедленно. Ну, и вот сейчас же Единая Россия тоже, да? Вы уезжаете, там, помогаете Намскому району. Да, конечно. Ваши коллеги помогают в Олег, Минске, все, точечно, все. Да, наше местное отделение, вот, партии на местах работают, тоже организовывают субботники. Мы тоже на связи постоянно с нашими секретарями, ну, ИСМУ, поэтому они там, ну, по крайней мере, вот, в Намском районе, там они прямо чуть ли не каждый день выходят на субботники, помогают, там, ну, после, ну, работа по восстановлению называется, поэтому они там прям серьезно все занимаются. Я думаю, общими усилиями обязательно все будет хорошо. Ну, а, Солстан Владимирович, в основном, какая вот гуманитарная, какого вида гуманитарная помощь больше всего нужна? Больше всего продуктов питания. Продуктов питания. Да. Конечно, мы вот, как я уже сказал, на связи с нашими секретарями, да, вот, в районах, поэтому они сразу говорят, что нужны мотопомпы для выкачивания воды, потом нужны теплопушки, нужны шланги, нужны, ну, какие-то техники, в общем, да, такая, конечно, она тоже есть, особенно от депутатов прямо, потому что задача была поставлена, и все самое необходимое, именно прямо, ну, это же не очень, так скажем, да, это не дешево вообще купить огромную пушку, которая будет, да, поэтому хорошо то, что именно есть такая возможность предоставить, ну, организовать сбор гуманитарной помощи и предоставить ее пострадавшим. Прямо это дорогого совета. А так, конечно, продукты питания больше всего, потому что неразнодушные граждане, они приносят одежду, продукты питания, товары первой необходимости, ну, и средства личной гигиены. Тоже вот, допустим, в нам, в районе тоже именно постельные принадлежности тоже сейчас очень требуются, поэтому... Да, это ужасно вообще, поэтому мы в группе вот стараемся координировать, что прежде всего нужно. То есть куда, что, мониторите, смотрите, собираете? Да, но мы, да, в связи с нашими местными отделениями, они, получается, уже распределяют, куда что нужнее, там, куда-то пушку, там, потом меняют, там, по помещениям, по мере уже сушки, ну, как бы такое вот. У меня всегда, вот, меня лично всегда удивляло, продукты питания, окей, постельное белье, одежда, все хорошо, а вот мотопомпы, ну, вот как бы тоже, это же не дешево, они прямо туда же уедут и там остаются? Ну, конечно, это все в администрацию, в общем, потом они на свое усмотрение, в общем, там, распределяют, кому как нужно, и если, не дай бог, еще раз такое произойдет, они уже будут готовы, у них уже будет техника какая-то, это уже будет гораздо легче. Что-то наподобие резервного фонда, да? Типа такого. Ну, как бы вы уже и не мониторите. Да, мы не мониторим, конечно, единственное, что мы делаем, когда вы к нам приносите, да, вот, хоть даже, там, не знаю, там, коробку какой-нибудь, там, макарон, грубо говоря, да, мы все это актируем, пишем, у нас есть список очень длинный, кто что принес, поэтому... Ой, это же такая масштабная работа. Да, это, да, вот, то, что вот некоторые говорят, давайте здесь организуем гуманитарную точку, давайте здесь, мы только рады вообще, потому что, ну, хорошо, когда много кто может собрать и организовать работу, да, там реально, там надо все фиксировать, надо все собирать, надо все организовать транспорт, отправить, ну, работы там достаточно. У нас штаб общественной поддержки сейчас вместо того, чтобы там проводить по очень многим мероприятиям, они в основном сейчас занимаются гуманитарным, сбором гуманитарного груза. Поэтому, да, они тоже большие молодцы, тоже хочется поблагодарить еще наших волонтеров, МГИР, наших студентов, вообще там разных, различных заведений, они прямо приходят, потому что все-таки там тоже, когда грузовик приезжает, все эти тонны надо все перевезти, не просто перевезти, да, в грузовик, поехать в аэропорт, потом перевезти, там, уже оставить в аэропорту, вот там, ну, как бы там работают. Вот, да, надо людям рассказывать же про это, потому что это же, вот, собрали гуманитарную мощь, отправили, а там же, вот, такая цепочка же. Мы с этим столкнулись, ну, когда отправляли в Оренбургскую область, да, это авиаперелеты, это затраты, ну, как бы, ну, как бы, все-таки нашли точки соприкосновения, и нам в этом очень много помогает и авиакомпания Якутия, вообще, ну, молодцы, и Лорб в лице Лареона Донислава, Леонидовича, поэтому, все стоят на сторону добра, имеется в виду, все пытаются помочь, сделать людям добро, и хотят как-то помочь тем, что могут. Допустим, если есть возможность предоставить бесплатно воздушный транспорт, да, это наша республика вообще с удовольствием помогает и организует эту работу. Вот я поэтому очень горжусь своей республикой. Все сообщают, все вместе. И вот, ладно, я такая принесла, там, ну, коробку продуктов или еще что-то, вот, байкеры принесли, что-то, что-то, ну, я же не смогу это на самолете отправить, это же все сообщает, это все республика, все силы, средства все туда кидаются. Ну, вам работать с гуманитарной помощью не впервой. Я в курсе, многие в курсе, что вы еще и гуманитарную помощь возите нашим участникам за... На территорию СВО. Про эту вот ту же работу хотелось бы мне узнать. Да, в общем, в 22-м, в 23-м годах я работал в опорном пункте по снабжению наших военнослужащих из республики Саха-Якутия. Работа была поставлена, ну, это вот первый случай такой был, да, когда вот наш регион, вот, по поручению Василия Сергеевича, закупился самое необходимое, что ребятам не хватало, да, вот на фронте, имеется в виду, и вплоть от обуви там до высокотехнологических дронов, бронежилетов, касак и тому подобное. Получается, мы доставляли, вот, ну, нас было сначала немного, но потом уже, сейчас уже работа прямо поставлена, посменно. Мой друг, который сейчас там находится, это военкор Владимир Рукоев, он, да, это такой очень смелый, ответственный парень. Когда у меня контракт уже закончился, получается, 8 марта прошлого года, я помню, как сейчас, да, я вернулся в Якутию, а он до сих пор сейчас там работает тоже по сопровождению, по доставке гуманитарного груза. Гуманитарный груз, это, ну, как возить на территорию СВО, он сопряжен, конечно, с опасностью, там, и тому подобное. Да, я вот чуть-чуть перебью, да, я вот хотела вас воспользовать случаем, потому что вот здесь, ага, хотят сотрудников опорного пункта, это всё равно как к участникам специальной военной операции приравнять, потому что они же прямо, я в курсе, что они прямо по полям по этим местам ездят, где обстреление проходит. Да, ну, как бы, это, наверное, ну, это всё, конечно, на законодательном уровне должно решиться. Я такое слышал ещё про военных корреспондентов, они их тоже хотят приравнять, но там есть какие-то определённые ограничения, да, вот, поэтому, вот, не знаю, как бы, да, стоит ли приравнять. Ну, всё равно, конечно, риски огромные, постоянно нервотрёпка, постоянно мандраж, в общем, да, там, там ещё время же ограничено, там, ну, имеется в виду, допустим, на Т1-Т2, там, получается, комендантский час, там, до 8 часов можно ездить, до 7 групп, допустим, там, в сторону Херсона, там, ещё меньше. Вот, а территория огромная, ребята там наши разбросаны вообще по линии фронта, вообще, там, на протяжении, наверное, километров трёхсот, наверное, вообще, там. Поэтому нам туда поехать, сюда поехать, туда поехать. И, ну, бывает такое то, что не смогли, да, ребят, доехать, потому что они уже в это время напередки, напередок, там, ну, гражданские машины, конечно, не пускают, да, это опасно, там, там, не то, что на броне, там, ну, сейчас же дроны везде летают же, там, гражданские машины просто прошивают. Вот, и поэтому организовывают именно, ну, чуть подальше от фронта, чтобы можно было безопасно всё передать, чтобы ребята вышли. Но не у всех бывает такая возможность, к сожалению. Вот, и иногда поэтому коммунитарный груз до ребят очень долго доходит. Да, поэтому, ну, всё равно работа идёт, всё равно всё доставляется. Вот, огромную работу здесь, конечно, это вот по поручению Асина Сергеевича, вот, Андрей Сандоминович, тоже, вот, руководитель ЕКЦ, вот, поэтому, ну, на их плечах прямо очень огромный, вообще, огромный труд, вот, всё-таки у нас это впервые, вообще, на, ну, работать в условиях боевых действий, и... Ну, республика быстренько так сформировала силы, и быстренько опорный пункт организовала, что коммунитарная помощь вообще спокойно... Да, прямо другие регионы прямо нам завидовали, прямо военнослужащие приходим, там, а вот я оттуда, оттуда, можете нам передать, к сожалению, нет, только, ну, на военнослужащем из республики Саха-Якутия. Там ребята с Новосибирь, которые стоят, блин, а как так, там тоже, ну, к сожалению, смотрели. Ну, я, насколько знаю, во многих регионах уже организовано, и практически во всех регионах нашей огромной необъятной страны уже есть опорные пункты по доставке коммунитарного груза. Ну, и губернаторы сами на это прямо очень сильно уделяют время, и, ну, естественно, снабжают своих военнослужащих. Поэтому работа непростая, как бы, но нужная, нужная, необходимая очень. Ну, вы там долго были? Да, долго был, поэтому... Ну, работу надо же делать. Ну, тут тогда практически работать с гуманитарной помощью, это уже не так тяжело, как там... Ну, конечно, конечно, да, поэтому... Уже все, работу надо все сделать. Да, по доставке и организации гуманитарного груза у меня, как бы, уже опыт есть, поэтому это, ну, все понятно уже, как бы. А вот Владимир Руков, я, кстати, я его прям за ним слежу, я ему не слежу, но я за ним слежу за его новостями, то, что он укладывает военкоры Якутии, вот этот вот телеграм-канал. Да, он является, ну, на контракте тоже с ГосМИ. Владимир Руков, он, получается, он сам тренер по боевому самбо, сам тоже чемпион, там, он такой серьезный спортсмен, и ему все так легко дается прямо, ну, и сам хочет ребятам помогать. Он почти практически там всех знает вообще, вот поэтому, ну, ко мне до сих пор поступают там просьбы, да, там, найти такого-то человека, спросить про такого-то человека. Я вот сразу на Володю ухожу, Володя там, да, с такой-то бригадой есть такой человек, там, он все в порядке, все хорошо, он сейчас просто на передке, потом, как приедет и позвонит. Ну, потом, когда выходят с передка уже ребята, ну, потом уже, как бы, этот, они уже выходят на связи к своим родным, там, ну, конечно, родные беспокоятся, поэтому. Поэтому такая вот работа, вот именно, ну, негласно, да, как бы, без всяких запросов там, вот, на Володю как-то, ну, многим выходит вообще, вот, на военных корреспондентов. Вот, вот, у нас в Сахамиде, да, тоже есть, вообще в НВК Саха, Сахамиде, есть, у нас около девяти, кажется, военных корреспондентов, вот, у них тоже командировки каждые два месяца, и тоже выполняют свою работу, тоже сопряженные с опасностью, поэтому надо отдать должны ребятам тоже молодцы. Да, тоже тут Николай Гаврилович Бестинов, Олег Егорович Толкан, операция. Да, Жираев тоже, он, они тоже регулярно ездят, ну, и главное, то, что они показывают СВО, вот, именно про наших земляков, это, особенно, когда по якутску начинают разговаривать наши земляки, о, вообще, сразу занимаются ему, там, тоже, вообще, очень приятно, вообще. Особенно там, если из родины, ну, какого-нибудь деликатес, там, якутский привезет, они вообще, жестко радуются, вообще, ребята. Да, поэтому, поэтому военкорода, да, у них тоже такая опасная профессия. И город, да, и еще параллельно гуманитарная помощь. Да, 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 наша республика, вы там, прямо, молодцы, прямо. В следующий раз я вас позову на передачу, прямо, весь выпуск на 40 минут. К сожалению, уже все, 20 минут у нас пролетели. Спасибо вам за вашу работу. Вам спасибо, что пригласили. И вперед. Спасибо. Всегда под знаменем победы. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok